Добрый день, дорогие первокурсники, дорогие будущие журналисты. Мы продолжаем с вами онлайн занятие по современному русскому языку по дисциплине лексикология. Мы продолжаем изучать лексикологию в онлайн режиме. Надеюсь, что вы не болеете и все посмотрите и вникните в тему лекции, которую я сегодня предлагаю. А тема у нас сегодня такая, вы видите ее на слайде. Семантическая структура многозначного слова и типы лексических значений слова. Вопросы, которые мы будем обсуждать, вы видите на экране. Я постараюсь называть их, как только я буду начинать новый под вопрос или новую под тему. Итак, первый вопрос, который мы обсудим с вами, это многозначное слово как лексическая микросистема и к вопросу об общем значении слова. Первое, что я хочу вам сказать, что значения в многозначном слове объединяются непроизвольно. Эти значения иерархичны. Помните, что иерархичность это признак любой системы. Они взаимосвязаны, они взаимозависимы и, как я уже говорила, представляют собой таким образом лексическую микросистему. Этот тезис мы докажем с вами на схеме структуры значения слова дом, уже знакомого нам, мы с ним работали. Итак, как вы помните, словарь дает четыре значения этого слова. Жилое или для учреждения здание, квартира, семья, люди, живущие вместе, это второе значение, третье учреждение и четвертое династия род. Вот посмотрите, пожалуйста, на слайд, и вы видите, что с первым основным значением и второе и третье значения связаны метанимическим переносом. Причем первое и второе – это синегдаха, и первое и третье значение связаны и с третьим. То есть не всегда, как вы видите, структура многозначного слова – это соединение по цепочке, может быть, и другое соединение. И, наконец, четвертое значение династия род, очевидно, путем метанимического, опять-таки, переноса, образовано не от третьего и не от первого, а именно от второго значения – квартира, семья, люди. И вот от семья, от вот этого элемента смыслового появляется значение династия род. Итак, что мы должны констатировать, глядя на эту, например, схему? Что связь значений в структуре многозначного слова обязательно. Эта связь может быть основана на общности разных сем, может быть, на общности архи-семы, может быть, дифференциальные семы, а может быть, и семы потенциальные. Но вот в примере со значениями слова «дом» я считаю, общими являются дифференциальные семы «жилое» для учреждений и сема «люди». Другие примеры. В глаголе «идти», в русском глаголе «идти» фиксируются аж 20 значений. У семи из них архи-сема «перемещаться» является общей. Например, у существительного «пятно» два значения, и оба имеют общую потенциальную сему. Ну, сравните сочетание «пятно» на скатерти и «пятно» на репутации. По этой же схеме видно, что не обязательно, совсем не обязательно, чтобы все значения были связаны друг с другом, чтобы у всех значений был общий семантический компонент. Достаточно для того, чтобы признать, что это значение именно в структуре многозначного слова, достаточно, чтобы были связаны два значения. Еще раз повторю, связь обязательно, но эта связь может быть связью, вот, например, двух значений. Возникает вопрос, вот оно, многозначное слово. Есть слова с очень разветвленной структурой значения, вот 20 значений, да, или 4, 7 значений. Можно ли свести все значения многозначного слова к одному общему значению? Не думаю, что можно их свести к некоторому инварианту, не думаю, что нужно говорить об общем значении, но, например, некоторые ученые, как Владимир Андреевич Звегинцев, они говорили как раз о существовании этого общего значения. Видимо, можно говорить только об общих семах в значениях одного многозначного слова. Но даже если мы с вами постараемся, например, и попробуем выделить общее значение многозначного слова, то оно будет очень абстрактным, оно, скорее всего, совпадет с грамматическим значением, то есть с грамматическим макрокомпонентом, и, в общем, все равно не будет иметь лексической ценности. Таким образом, мы закончили разговор о первом вопросе, о структуре многозначного слова. Подчеркнули самое главное. Структура любого многозначного слова – это лексическая микросистема. Значения в структуре многозначного слова взаимосвязаны, взаимозависимы и иерархичны. Сейчас мы с вами убедимся в этом, когда будем смотреть типы лексических значений многозначного слова. Эти значения в сумме не могут, не обязаны иметь общие компоненты. Вот все семь значений многозначного слова у каждого есть другим общий компонент. Не так, но два из них обязательно будут связаны общими смысловыми компонентами. Связь эта осуществляется через семы, причем семы, как вы поняли, разного порядка. Аутархи семь до потенциальных семь, на основании которых тоже может появиться новое значение. А мы с вами переходим к важному очень вопросу и вопросу большому. К вопросу о классификации типов лексических значений. Итак, классификация типов лексических значений. Эта классификация проводится по разным основаниям. А вы помните, что важным для классификации, как инструмент опознания, является правильно выделенное основание. Так вот, первое основание классификации типов лексических значений – пароли в семантической иерархии. Задумывались ли вы, каким образом составитель словаря, лексикограф, вот одно значение ставит на первое место, там какое-то на второе, дальше третье, четвертое и так далее. Но важный вопрос все-таки в другом. Какое значение стоит первым? То есть, как определяется главное или основное значение слова? Итак, пароли в семантической иерархии, вы видите на слайде, значения делятся на основные и неосновные. И еще один вопрос в связи с этим мы рассмотрим. А что же такое первичные и вторичные значения? Это синонимы к терминам основной и неосновной? Или же это какой-то другой показатель? Итак, смотрим. В слове выделяют основное или главное значение. Оно идет в словаре первым и неосновное. Характеризуем. Главное значение – оно одно. Оно наиболее самостоятельное, и оно менее всего зависит от контекста. То есть, основное значение, если переводить в научный язык, наиболее обусловлено парадигматически и наименее синтагматически, то есть, сочетаемостью, контекстом. Вообще, основное значение – это как бы этикетка слова многозначного, это представитель всего знака. И именно в качестве представителя данного слова основное значение хранится в памяти говорящего, в памяти человека, который владеет этим языком. Кстати, существует не только качественная характеристика основного значения, которую мы сейчас привели, самостоятельная, не зависит от контекста, этикетка знака, но и есть количественная характеристика, количественный аспект основного значения. Оно в речи, как правило, наиболее частотно. Ну и тогда наоборот. Неосновные значения обусловлены контекстом, то есть, обусловлены синтагматически. Что это значит? Это значит, что эффект узнавания неосновного значения слова достигается с помощью дополнительных сигналов, то есть, круга, сочетающихся с данным словом лексических партнеров. Лексиколог из Екатеринбурга Эра Васильевна Кузнецова такой контекст называла обусловливающим и специализированным. Ну, например, «идти» в значении «падать» – это неосновное значение. Для этого неосновного значения сигналами являются слова, которые обозначают осадки. И даже в словаре они будут помечены, эти слова, эти лексические партнеры, с помощью которых, или при сочетании с которыми реализуется неосновное значение этого слова. «Идет снег», «идет дождь». Однако иногда сигналом о реализации неосновного значения является не слово, а синтаксическая конструкция. Ну, сравните. Мы можем сказать «идет» в значении «согласен», но это будет понятно только в диалоге, в разговорной речи. Вот там мы поймем, что когда человек, вы задали ему вопрос, он сказал «идет», значит, мы трактуем в этой конструкции однозначно. «Идет» употреблено в значении «согласен». Про частотность. Неосновные значения, как правило, менее частотны, чем основные. Однако, если по каким-то внеязыковым причинам, помните, мы их называем экстралингвистические причины, по каким-то таким причинам социального характера, неосновное значение становится частотным, то это значение в какой-то период, в какой-то временной промежуток может восприниматься говорящим в качестве основного. Приведу любопытные примеры. Вы увидите их и на слайде. 70-е и 80-е годы XX века. В СССР во времена тотального дефицита первенство в речи захватило неосновное по данным словарям. Второе значение слова «достать». Значение «достать», «заполучить», «раздобыть». Ну, например, контекст «достать импортную дубленку». Вот вам экскурс в историю нашей страны. В 90-е годы XX века, например, у слов «крутой» и «классный» в речи стали частотными неосновные их значения. У «крутой» стало частотным четвертое значение. Оно просторечное, то есть оно маркировано по стилю. Крутой, решительный, быстрый, оставляющий сильное впечатление. Например, «крутой мужик». Или «классный» на передний план вышло второе значение в качестве самого частотного в речи. «Классный» высокого качества. Например, «классный фильм» или «классный игрок». Могу вам сказать, что академические словари далеко не всегда реагируют на эти временные изменения и иерархичности в структуре значения многозначного слова. Тем более, что узус, отражая изменения в неязыковой действительности, ведь может показать и обратный процесс. Допустим, выдвинувшееся значение в силу, опять-таки, неязыковых причин, оно деактуализируется и превращается вновь в неосновное и совершенно не частотное. Что и произошло, например, со значением слова «достать». Ушла вот эта реалия, характеристика периода в жизни нашей страны, и слово «достать» в этом значении стало неосновным, это ясно. Таким образом, изменение в иерархии значения, какое основное, хранящееся как этикетка в памяти говорящего, какое неосновное и не такое частотное, это динамическое действие. Значит, изменение иерархии значения – это динамическое действие. Потому неудивительно, что разные толковые словари, если вы в них посмотрите, по-разному фиксируют этот процесс, который может находиться на разных стадиях. Ну, например, в малом академическом словаре вот такая иерархия у слова «горячка». В первом стоит значение «лихорадка», правда, с пометами устаревшая, просторечная. Это значение первично-исторически, но в этом словаре оно стоит как основное. И второе значение – «возбуждение». Слова Рёжегова дают ровно наоборот. «Горячка» – во-первых, это «возбуждение», это основное в синхронии значение в современном состоянии языка, и второе – «лихорадка». Но вот другое дело – длительные языковые процессы, которые идут в эволюции языка. Так, например, с точки зрения происхождения значения слова, в диахронии, с точки зрения истории, основным может быть одно значение, а в синхронии, в современном языке совсем другое. Ну, самый известный пример, который всегда приводят, это пример слова «красный». Сегодня ясно, что основным значением слова «красный» является значение «цвет», и второе значение – это значение «красивый». Это в синхронии, то есть в современном языке. В диахронии, в истории языка явно наоборот. «Красный» прежде всего красивый, «изба красна не углами, а пирогами», «краснодевица» – вот реализация этого значения в контекстах. Так вот, в диахронии явно наоборот. Первое значение – «красивый», и второе значение – «цвет». И вот на основании этого ученые, в частности Маргарита Ивановна Фомина, говорят о существовании первичного и вторичного значения. И вот обращаю ваше внимание, характеристика основное, неосновное значение, характеристика по иерархии значений многозначного слова в структуре многозначного слова – это характеристика синхронная, это характеристика современного состояния языка. Характеристика первичного и вторичного значения – это понятия диахронические, исторические, которые могут совпадать с основным, неосновным в синхронии, а могут и не совпадать. Таким образом, основное, неосновное и первичное, вторичное – это равнозначные понятия, которые касаются синхронной характеристики структуры значения слова и диахронической характеристики. Ну вот, например, разбирая значение слова «красный», вы напишите, что значение «красивый» – значение первичное, но не основное, а значение «красный цвет» – значение основное, но вторичное. Итак, это была первая классификация, первый тип лексического значения, основные и неосновные значения, и первичные, и вторичные, по иерархичности в семантической структуре слова. А теперь второй, по характеру, вторая характеристика и вторая классификация, по характеру семантической мотивированности, производные значения и, соответственно, непроизводные, семантически, несловообразовательно, подчеркиваю. Итак, тут все, в общем, просто. Основное значение всегда семантически непроизводно, то есть оно не зависит ни от какого другого значения. Еще раз повторю, формальная производность и семантическая, они не тождественны. Ну, давайте, например, слово «вода». Оно формально непроизводно, семантически же непроизводно только основное значение этого слова. Остальные производны. «Водичка» – это слово формально производно, оно произведено от слова «вода», образовано от слова «вода», но основное значение слова «водичка» семантически непроизводно. Итак, все основные значения слов семантически непроизводны, все неосновные значения семантически производны, то есть мотивированы другим значением. Но помните, да, династия род, не основное значение слова дом, мотивирована значением номер два, значением люди, семья и так далее. Вот, собственно говоря, это вторая характеристика типов лексического значения. Переходим к третьей. По способу номинации, вот ее основание. По способу номинации значения бывают прямые и переносные. И в связи с этим мы рассмотрим с вами понятие переносного значения в синхронии и диохронии. Итак, этот тип значения указывает на характеристику связи с реалией действительности. Прямые значения, они прямо, непосредственно соотносятся с объектом реалии действительности. Ну а переносные, понятное дело, соотносятся опосредованно. Вопрос о природе переносных значений до сих пор дискуссионен. Сейчас на слайде вы увидите характеристику двух подходов. Итак, вопрос о природе переносных значений. Первый подход – диохроническая трактовка. Она такая, исторический подход. Все неосновные значения переносны, так как любое неосновное значение исторически произведено путем генетического переноса, метафорического или метанимического. Сторонниками этой диохронической трактовки являются Дмитрий Николаевич Шмелев, Маргарита Ивановна Фомина. В случае принятия такого подхода, дальше ученые вынуждены говорить о том, о чем мы говорили с вами на лекции о метафоре и метанимии. Они должны будут говорить о двух степенях переносного значения по степени ощутимости этого переноса для говорящего. Во-первых, значения с потухшей образностью. Помните, номинативные метафоры, например, где перенос генетический, но люди его уже не осознают и никакого скрытого сравнения, наложения двух картин там не существует. Типа крыло, здание, нос, лодки и так далее. Это слова с потухшей образностью. Точно так же абсолютно не ощущаются, как переносные значения, образованные путем метанимического переноса. Об этом мы говорили с вами тоже. И вряд ли кто-то из говорящих вам скажет, что да, вот это переносное значение. Во-вторых, существуют, конечно, значения с сохранившейся образностью. Ну, например, балласт в значении о людях. И подмечу, что только переносные значения второго типа с сохранившейся образностью помечаются как переносные в толковом словаре. Там есть пометы переносные. Таким образом, при таком подходе семантическая производность, значение семантически производное, значение не основное и значение переносное фактически равнообъемное. Сразу скажу, что я вслед за многими учеными такой трактовки не придерживаюсь. А вот синхронная трактовка, ее приверженцы и Виноградов, и Кузнецова, и Кузьмина, ну и Малышева. Значит, в чем суть этой трактовки? Значения, которым сегодня в синхронии свойственна внутренняя смысловая двуплановость, образность, вот они и называются переносными. А стирание или угасание образа означает переход переносного значения в прямое. Ну и примеры опять все те же. Солнце садится, часы идут или часы стоят, но с лодки. Это в синхронии уже прямая номинация и прямое значение. С позиций такого подхода совершенно не всякое семантически производное значение будет переносным. Слова могут иметь несколько значений, и они все, допустим, прямые. Ну, пример у слова «доступный», например, слово имеет четыре значения, все прямые. У того же слова «дом» четыре значения, все прямые. Так что необходимо понимать разницу. Метафора и метонимия – это процессы переноса наименований. А переносное значение в узком смысле возникает только тогда, когда есть то самое наложение двух картин, когда прямое значение сохраняется как внутренняя форма переносного. Медведь сравните как человек, прямое значение сохраняется как внутренняя форма переносного. Таким образом, что касается характеристики этого типа значения, в синхронии переносным является только значение с живой образностью, остальные значения прямые. Узнать и уточнить прямое значение перед вами или переносное, вы можете по словарю, по помете переносное, есть оно у этого значения или нет. Переходим к следующему основанию классификации. По степени обусловленности контекстом выделяются значения свободные и связанные. И мы рассмотрим с вами типы связанных значений в концепции Виктора Владимировича Виноградова и в современных теориях. Итак, в чем суть разницы между свободным значением и связанным? Вот я еще раз повторю, основание – это степень обусловленности контекстом. Итак, свободное и связанное значение. Эта разница обусловлена тем, что отдельные значения многозначного слова реализуются только в определенном контексте, каким-то способом специализированным, специализированным особым образом. Вот это и послужило основанием для разграничения свободных значений и связанных. Итак, вы на слайде сейчас увидите определение свободного значения. Это то значение, которое может быть реализовано в самых разных сочетаниях. То значение, которое реализуется в самых разных сочетаниях. Задумались, означает ли это, что существует абсолютная свобода в выборе сочетающихся с данным значением лексических партнеров? Ну, ответ очевиден, конечно, нет. Но свобода этого значения, она хоть и предопределена, ограничена, но не языковой системой, подчеркиваю. Эта свобода ограничена только логическими связями реалий действительности, которые существуют объективно. Ну, Виктор Владимирович Виноградов приводил вот такой пример. Сейчас мы его обсудим. Он говорил, глагол «купить» обладает свободным значением, но тем не менее говорил Виноградов. Невозможно сочетание типа «купить Марс» или, например, «продать Луну», так же, как «глубокая рука» и прочее. Ну, про глубокую руку несомненно, но согласитесь, что реалии меняются. Сфера того, что можно купить и продать, расширяется. Может быть, когда-то мы придем к возможности сочетания «продать Луну», если ее кто-нибудь реально купит, или к сочетанию «купить Марс». Но вы поняли главное. Ограничение здесь накладывает не язык. Здесь ограничение накладывает логика действительности, объективность, реальная объективная реальность. Вот поэтому здесь могут быть ограничения. Однако в художественном тексте абсурдное, а это вот такие абсурдные сочетания, может стать метафорой, которая насыщена смыслом. Но я приведу два примера, вы видите их на слайде. Один – это пример американского лингвиста Авраама Хомского. Он придумал этот пример по другой причине, но он показателен и здесь. Смотрите, «бесцветные зеленые идеи спят яростно». Вот вам пример. «Спят яростно». Вот такая характеристика действия. Идеи бесцветные и в то же время зеленые. А вот уже пример из художественного текста. Лев Толстой вот так осмысливает и сочетает прилагательные цвета с абстрактным существительным, обозначающий предмеченное действие. Это все тот же ужас. Действие или признак. Это все тот же ужас. Белый, красный, квадратный. Ужас красный, ужас белый, ужас квадратный. Таким образом, вывод. Но это, повторяю, все, вот эта абсурдность, это только способ самовыражения в художественном тексте, но не в обычной действительности, где даже на свободные значения накладывается ограничение логическими связями, существующими вне языка. Таким образом, вслед за Виноградовым делаем вывод. Свободные значения, если и обусловлены, то только социально-исторически и предметно-логически. Другое дело связанные значения. Эти значения могут быть реализованы, как я уже сказала, только в специализированном определенном образом контексте. То есть разграничение реализации значения слова связано с языковой системой, с ее внутренними закономерностями. Ну вот пример. Вы говорите мне. Шляпа подошла к столу. Контекст неясен. Смысл высказывания абсурден. И значение слова «шляпа» никак не проявлено. Второй контекст. Ну ты и шляпа. Специализированный контекст, в котором реализовано переносное значение слова. Очевидно, что оно реализуется только в подобных контекстах. Что это за специализация, мы чуть позже скажем. Конечно, связанными бывают по преимуществу не основные значения. Но и основное значение может характеризоваться тем, что реализуется только в специализированном в том или ином отношении контексте. Ну посмотрите примеры. Надеется. В словаре дальше в скобках будет написано. На что? То есть это какое-то ограничение. Вы, кстати, слово «контекст» должны понимать широко. Не только контекст лексический, словесный, но вот контексты грамматические, например, и грамматическая функция слова. Это тоже специализация. Итак, надеется только на что? Не надеется о чем? А надеется только на что? Карий. Только о цвете глаз и масти лошадей. Виноградов в своей очень известной статье «Основные типы лексического значения слова». Вы ее, несомненно, будете читать к практическому занятию. Итак, Виноградов в статье основные типы лексического значения слова разграничил три типа связанных значений. Три типа у Виноградова было. Он их назвал фразеологически связанные, синтаксически обусловленные и конструктивно ограниченные. Фразеологически связанные, синтаксически обусловленные и конструктивно ограниченные. Позднее эту классификацию дополнили, были внесены в нее изменения такими учеными, как Шмелев, Фомина, Кузнецова, еще не называла Юрия Дениниковича-Пресяна и многих других. Итак, однако мы берем из исходной классификации академика Виноградова главное – основание дифференциации связанных значений. Основанием является характер специализации контекста. Основание разграничения связанных значений – это характер специализации контекста. Характеризую все выделяемые сегодня типы связанных значений. Первый тип связанных значений вы видите на слайде – лексически ограниченное, то есть это значение с ограничением лексической сочетаемости. В терминах Виноградова это фразеологически связанное значение. То есть сегодня его называют лексически ограниченное, Виноградов называл фразеологически связанное. Что это значит? Это значит, что слово «а», некое слово «а» реализует свое значение только в сочетании со словами «б1», «б2», «б3», «б4». Причем все эти слова могут быть перечислены списком. Это закрытый ряд. И эти слова перечисляются в словаре. Пример Шмелева. Идти в значении «падать» в скобках. Снег, дождь, град. Но нельзя, например, хлопья снега или роса. Роса не может идти, хлопья снега не могут идти. Пример Юрия Дерениковича Априсяна. «Сбрасывать» – глагол в значении «резко уменьшать». И дальше будет написано в скобках ограничение. Значит, это значение «сбрасывать» реализуется только со словами из этого списка. Слова такие «давление», «газ», «вес», «скорость». Сбрасывать давление, сбрасывать газ, сбрасывать вес, сбрасывать скорость. Но не другие параметры. Другие параметры сочетаться, наименование других параметров сочетаться со значением этим при реализации этого значения не могут. Итак, мы видим такое ограничение. Вот почему можно сбрасывать вес и газ, но нельзя что-то другое. Почему идти может снег и не идутся хлопья снега и так далее. Значит, итак, это ограничение не связано с реальной действительностью. Оно чисто языковое, а не предметно-логическое. Это тот так называемый языковой узус. Вот Виноградов называл такое значение фразеологически связанным, но тут не нужно запутываться. Хочу подчеркнуть, что не всякая фразеологическая единица содержит в своем составе слово с фразеологически связанным значением. Ну, то есть не обязательно, что во фразеологической единице есть слово с таким значением. Хотя это бывает очень часто. Ну, вот пример. Втирать очки. Там сложно сказать, что какое-то из этих слов, втирать или очки, имеет фразеологически связанное значение. Скорее всего, мы можем сказать, что втирать очки, вот это обманывать, болтать, это значение не глагола втирать, а значение всего фразеологизма. Итак, первый тип связанности лексически ограниченное, когда ограничение касается сочетаемости с определенным списком слов. Реализация значения возникает только тогда, когда слово сочетается с определенным списком слов, которые можно перечислить. Второй тип связанных значений, выделенных уже в современной классификации, он называется, вы видите на слайде, семантически ограниченное. То есть обусловленное ограничением семантической сочетаемости значения. Я сейчас процитировала Юрия Дерениковича Апресяна. Обусловлено ограничением семантической сочетаемости значения. Не лексической, а семантической. Вот примеры, да, арендовать можно сочетать с названиями угодий, лес, пашня и тому подобное, с названиями помещений, дом, квартира и тому подобное. Арендовать. Снимать, а это можно сочетать только с именами помещений. Или гнилой в значении сырой промозглый, о погоде и о прочем. Гнилой климат, да, гнилая погода и прочее. Слова ухудшаться, улучшаться реализуют свое значение, вот в какой сочетаемости семантической, только о состояниях, способностях и процессах. Например, погода, зрение ухудшается, улучшается, о состояниях, способностях и процессах, но не о каких-то вещах или предметах. Ну, то есть улучшиться кресло не может. Вы не можете сказать, у меня улучшилось кресло, улучшилась лампочка и так далее. Как вы видите, в словаре перечисляют не списки слов, там нет закрытого списка, а перечисляют или называют лишь семантику возможных контекстных партнеров. Ну, так и пишут, да, о помещениях, о угодьях, о погоде, ну и так далее, да, и так далее. Там служить в скобках, о собаках, вот есть такое значение, да. То есть вы не можете сейчас перечислить все наименования видов собак, которые сочетаются с глаголом служить. Но семантическая область обозначена. Итак, это ограничение в области реалий, в области понятий, а не слов. Здесь нет закрытого, закрепленного списка слов. Второй тип таким образом связанных значений – семантически ограниченные значения. Третий и четвертый типы определяются синтаксической специализацией контекста. Не лексической уже, не семантической, а синтаксической. Но двоякого рода. Итак, третий тип, он есть и выделен у Виноградова. Заданность синтаксической позиции слова «высказывание». То есть, проще говоря, определенная синтаксическая функция слова в данном значении и в предложении. Заданность синтаксической позиции слова «высказывание» – это так называемое синтаксически обусловленное значение. Виноградов его называют предикативно-характеризующим, мы называем синтаксически обусловленным значением. Это значит, что данное значение может быть реализовано только в данной синтаксической функции. И эта функция, почему у Виноградова появилось слово предикат, предикативно? Потому что эта функция предикативная, то есть слово должно быть либо сказуемым, либо обращением. В других синтаксических функциях это значение не реализуется. Я уже приводила пример со словом шляпа. Помните, да, шляпа подошла к столу в значении подлежащего. Мы не можем реализовать переносное значение слова шляпа. Ну ты и шляпа, если разобрать по членам предложения это слово, то мы увидим ты, это подлежащее, да, шляпа как раз сказуемая. И вот функции сказуемого на самом деле реализуется переносное значение слова шляпа. Можно в позиции обращения реализовать. Эй, шляпа, подойди ко мне, да, допустим, тоже вы так реализуете. Еще примеры. Петух, ворона, осел. Их не основные переносные значения, когда мы говорим о человеке, реализуются только в предикативных функциях. А вот основное значение, когда мы называем животное, птицу, вот тут как бы реализация, может быть, в разных синтаксических функциях, это свободное значение. А вот здесь есть связанность, да. Ну опять же, да, ворона подошла ко мне нельзя. Ну ты и ворона, ты и ворона опять потеряла ключи. Или там, Вася настоящий осел. Вот вы видите, в предикативной функции мы реализуем неосновное связанное значение этого слова. По выражению Виноградова синтаксическая функция у таких значений входит в семантическую структуру такого рода слов. Но есть еще один тип специализации, синтаксической специализации контекста. Это второй род, называется это конструктивно ограниченные значения или ограничение синтаксической конструкции. Вот этот вид ограничения как раз отражен в толковом словаре в виде падежных вопросов, правильных падежных вопросов. Ну то есть мы должны понимать, что значение этого слова ограничено формой, да, заданной формой сочетающегося с ним слова. Не смыслом этого слова, да, не значением, а формой. Например, будет написано «благоприятствовать кому чему», «взрыв чего». Таким образом данное значение слова реализуется только в определенной синтаксической конструкции. Хочу вам сказать, как будущим журналистам, что именно с этим типом связанных значений возникают сложности. Множество грамматических ошибок, в том числе в устной речи журналистов и в письменных текстах. Это обусловлено незнанием особенностей конструктивной ограниченности значений. Ну вот я приведу вам типовые примеры ошибок. Вы видите их на слайде, да. Удостоен наградой. Это неверно, потому что удостоен чего? Награды. Вот это верно. Говорят за возможность. Ну помните песенку знаменитую? Ну вы, может, и не помните. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Сказать за что-то. Ты мне скажи за что-то. Или говорить за что-то. Это неверно. Говорят о чем? Да, о возможности. Вот типовая ошибка журналистов сегодняшнего дня. Показывает о том. Ну, у журналистов в устной речи, в закадровом тексте, например, или в стендапе, в новостях. Я эти ошибки фиксирую ежедневно. Ежедневно и в федеральных новостях, и в региональных. Допустим, он разрывает, это частотная абсолютно структура, разрывает зависимое слово и главное, глагол. И получается так. О том, что мэрия не продумала этот вопрос, показывает такой факт. О том показывает. А надо было показывать не о том, а то. То, что мэрия и так далее показывает факт. И вот такого рода ошибок сейчас очень много. Вообще, упреждая ваши занятия на стилистике, а там как раз много будет разговора о конструктивно ограниченных значениях слов, могу сказать, что вот это доминирование предложенного падежа с предлогом о, то есть сочетание о чем, да, с глаголами, которые совершенно требуют другой сочетаемости, другого падежа, это сегодня совершенная такая тенденция и бич. Ну, еще примеры вы видите там. Ответ по заявлению неверно. Тоже, кстати говоря, много статей научных работ написано сегодня по поводу расширения значения предлога по. Тем не менее, ответ почему нет. Ответ на что? Ответ на заявление. Оплатить за проезд неверно. Оплатить что проезд верно. Ну и, знаете, такие классика ошибок. Согласно приказа, в речи чиновников, согласно постановления, в речи чиновников, в речи военных, вместо согласно постановлению приказу, то есть согласно чему. Да, кстати, вот я покажу вам, я выписала еще один пример из телевизионных новостей. О том, что режим самоизоляции постоянно нарушается, показывают следующие факты. Вот вам и все. Да, а верно было сказать, как мы сказали, то, что режим самоизоляции показывают факты. Итак, это очень интересный тип связности. Да, это конструктивно ограниченные значения или ограничения синтаксической конструкции. И пятый, последний тип связанных значений – это морфологически обусловленное значение. Морфологически обусловленное значение. Такой тип связности выделяют в тех случаях, когда реализация какого-то значения обусловлена обязательностью той или иной грамматической формы этого слова. Обязательность формы. Эта форма указывается в словаре. Это ограничение вы можете увидеть по словарным пометам. Чаще всего эти пометы бывают таковы. Первое, второе лицо не употребляется для глаголов. Или первое, второе лицо единственного числа не употребляется. Или там для существительного. Только во множественном числе. Или наоборот, только в единственном числе. Только в краткой форме и подобные. Ну, например, у слов должен, рад, нужен, у модальных слов стоит помета только в краткой форме. У глагола сбиться, то есть нельзя, я собьюсь, да, ты собьюсь, собьешься, да, написано. Первое, второе лицо единственного числа не употребляется. В определенном значении, конечно. Ну, мы всем известен глагол победить. Мы так всегда стараемся первое лицо сделать, да, я что сделаю, вот, побежду, победю и так далее. На самом деле у глагола победить есть помета, что первое лицо, да, единственного числа мы победим можно, я нельзя, не употребляется. Конечно, такие же пометы стоят у так называемых безличных глаголов, их значение тоже морфологически обусловлено, потому что безличный глагол может употребляться только в форме третьего лица. Вечереет, да, единственного числа. Даже вечереют уже нельзя. Ну, а я вечерею, ты вечереешь, это исключено. Это морфологически обусловленное значение. Хорошо. Ну, и допустим, есть слово риск, и в первом основном значении оно вряд ли употребляется во множественном числе, только в единственном. Берем форму риски. Это другое значение, более частное, более узкое значение, не основное. И оно как раз употребляется во множественном только числе. Риски считают спортсмены, да, это перечень элементов повышенной сложности в их программе, например, экономические могут быть риски и так далее. Хорошо. Итак, мы можем сегодня, учитывая классическую классификацию виноградова, типов связанных значений, и учитывая современные наработки, выделить следующие типы ограничений контекста, специализации контекста, и, следовательно, следующие типы связанных значений. Повторяю всегда, всего их пять. Итак, перечисляю. Ограничение лексической сочетаемости, то есть лексически ограниченное, фразеологически связанное, это вот синонимы. Пример вы видите на экране еще один. Ограничение в семантической сочетаемости или попросту семантически ограниченное. Например, да, вот, ползти, и написано только о стелющихся растениях. Ограничение в синтаксической функции, называть вы это будете синтаксически обусловленное. Например, слово тюфяк, опять-таки, переносное значение реализуется только в предикативной функции. Ну, ты тюфяк, да, какой же ты тюфяк. Ограничение в синтаксической конструкции, вы это называете конструктивно ограниченное. Например, доехать до чего, по мету вы увидите. И, наконец, морфологически обусловленное, то есть ограничение обязательностью морфологической формы. Чтение «я» в определенном значении мероприятия будет написано только во множественном числе и будет пример. Шолоховские чтения, литературные чтения и так далее. Отмечу, у одного значения контекст может быть специализирован в нескольких отношениях. Давайте приведу такой пример. Глагол «пыхать». Во-первых, там написано первое, второе лицо не употребляется. Это значит морфологически обусловленное. Дальше написано в сочетании со словами здоровье, румянец, веселье, злоба. То есть пышет злобой, пышет здоровьем, пышет румянцем, пышет весельем или пышет злобой. Это лексически ограниченное. И там написано «пыхать чем?» Это конструктивно ограниченное. То есть три типа связанности есть у одного значения глагола «пыхать». И еще раз напоминаю, ребята, не надо сочинять самим при характеристике значение слова по вот этому параметру свободное значение или связанное. Надо заглянуть в толковый словарь и увидеть пометы и широко ими пользоваться, потому что пометы нам свидетельствуют часто о том, как связано значение этого слова. Ну и еще одно основание классификации типов значений. Вы видите, да, по стилистической специализации контекста значения делятся на нейтральные и стилистически маркированные или вариант произношения маркированные. В этой же статье основные типы лексического значения слова Виноградов вводит термин «экспрессивно-синонимические значения». Этот термин демонстрирует, по сути, два критерия, два основания характеристики значения некоторых слов. Но мы сейчас с вами в современных теориях все-таки уже, ну так сказать, разъяли этот один термин и показали разные типы связанности. Итак, все примеры Виноградова типа «одеть», «облечь» или какие-нибудь «глаза», «очи». Они связаны с различиями в стилистической окраске слов. То есть речь идет вот о стилистических синонимах, которые свое значение, вот если это стилистический синоним, выражают не непосредственно, а с опорой на стилистически нейтральное слово. Ну то есть «очи» – это все-таки глаза, а «эскулап» – это все-таки врач. А дальше уже есть всякие оттенки. Это позволило Эре Васильевне Кузнецовой как раз ввести вот такую характеристику значений – стилистически нейтральные или стилистически маркированные. В этом смысле интересное замечание Дмитрия Николаевича Шмелева. Он пишет, слова, имеющие стилистический макрокомпонент, воспринимаются с опорой на стилистически нейтральный синоним. Ну ровно то, что я вам только что сказала. Например, лошадь кляча. Вот слово «кляча» воспринимается с опорой на нейтральный синоним. Таким образом, понятие «экспрессивное значение», идущее от теории Виноградова, или «экспрессивно-синонимическое значение» в современной классификации воспринимается не как характеристика способа организации контекста, а как характеристика макрокомпонентного состава значения. Вот это стилистический макрокомпонент, тот самый. Это не внешний аспект характеристики значения слова, а внутренний его аспект. И на слайде сейчас вы видите итог нашей трудной сегодняшней работы. На вас навалилось большое количество новой информации, новых терминов. Попытаюсь подытожить все сказанное и покажу современную классификацию типов лексических значений слов. Именно по этой схеме вы будете давать полную характеристику значения многозначного слова. Смотрите, итак, основное – неосновное. Если основное, оно семантически непроизводное. Если неосновное, оно обязательно семантически производное. Дальше. Основное значение всегда прямое. Вы видите это, да? Неосновное значение может быть как прямое, так и переносное, но в синхронии. Переносное с точки зрения синхронии. Дальше. Основное значение может быть и свободным, и связанным, так же, как и неосновное. Вы видите, в скобках рядом со связанным написано тип. Действительно, так и надо будет указывать. Если вы написали связанное, то дальше вы пишете, какой тип. Например, лексически ограниченное или синтаксически обусловленное. Или сразу несколько типов связанности. То есть вы сказали А, скажете Б. Вы должны тип связанности указать. И, наконец, последнее. И основные значения, и неосновные могут быть как стилистически нейтральными, так и стилистически маркированными. Вот такая схема характеристики типов лексического значения слова по разным основаниям. Такая схема классификации. Нами принято, да. Мы ее изучили, и теперь вы можете такие характеристики давать. Учитывая, что мы не для проформы изучили эти типы лексических значений, а вы увидели, что многие, незнания многих из этих типов, они таят в себе возможность ошибиться в практике речи, да, в ваших многочисленных дискурсивных практиках, в том числе в публичной журналистской речи. Начиная от того, что человек не знает круг слов, с которыми сочетается слово в данном значении, и употребляет неверно. Не знает семантическую ограниченность значения этого слова. Ну уж тем более делает грамматические ошибки, не зная, какие значения синтаксически обусловленные, грамматические, да, оргограниченные или морфологически обусловленные. То есть употребляет просто-напросто не ту форму. И показывает свою безграмотность, и незнание ограничений по каким-то основаниям значения слова. На этом я прощаюсь с вами. Вам предстоит еще осмыслить эту тему на практических занятиях. А следующая наша лекция будет посвящена, в общем, продолжению начавшейся темы. Мы начали с полисемии, с многозначного слова говорить об универсальных категориях лексики. И мы продолжим, потому что следующая тема будет посвящена очень интересному вопросу, вопросу о синонимии, как универсалии любого языка, в том числе и русского. Всего доброго и не болейте.